На три дня студенты Витебского худграфа получили возможность обучаться по шведской методике преподавания. Они работают небольшими группами, сами ставят перед собой задачи и сами же пытаются их креативно реализовать. Международный проект посвящен теме «Гендер в визуальном искусстве» и организован при поддержке шведского института. А сама идея принадлежит выпускнице худграфа, а ныне мастеру визуальной культуры при Академии искусств и ремесел дизайна Университета Констфакт в Стокгольме Ирине Хауско. Совместно с профессорами шведской, у которых обучалась Ирина, на факультете организовали открытую лекцию, после которой состоялся ряд занимательных воркшопов. 2017-2018 учебный год начался с приема гостей. Вот недавно художественно-графический факультет посетили ректора Румынии. Также были гости из Латвии, Литвы. И сейчас вот уже три дня у нас гости находятся из Швеции. Руководитель проекта международного Ирина Хауско, она сама вышла на меня как на декана факультета и предложила поучаствовать в международном проекте. Наши шведские коллеги провели ряд лекций по обмену опытом преподавания вообще и образования в Швеции, наподобие такого же художественно-графического факультета, как наш, в Витебске. Два дня проводятся воркшопы. Очень, конечно, хочется отметить, что студентам очень понравилось. То есть они вот эту непринужденную обстановку, конечно, здесь у нас немножко не наблюдают. У нас все-таки больше такой академизма, постановки, учебная работа, учебные цели и задачи, и они их выполняют. Ну, а здесь больше в игровой форме. Ребята, несмотря на то, что они студенты, все равно любят еще играть. Вот, поэтому я надеюсь, что у них этот опыт останется на долгую жизнь, и они тоже смогут, как будущие художники-педагоги, дизайнеры, смогут применить дальнейшие деятельности. В Стокгольме и вообще в Швеции образование нацелено на то, что студент сам за все отвечает, ставит перед собой задачи. То есть студент отвечает за свое образование в большей части, чем все остальные. Все остальные, администрация, преподаватели, они присутствуют для поддержки. Такой более консультативной, может быть, роль выполняют преподаватели. Преподаватель, как человек, который знает, может быть, или имеет больше опыт, участвовал в разных конференциях и находится на пике современных научных каких-то исследований, более связан с научным миром. То есть вы для этого преподаватель. И мы рассказали, какими методами мы пользуемся в Швеции. Теперь студенты используют свои собственные методы, которыми они научились здесь, на Худграфе. У них практический день, они пытаются соединить те знания, которые они получили здесь, на Худграфе. И будут нам представлять результаты, которые получатся. Студенты разделились на группы и маленькими группками работают. Еще одна особенность шведского образования, то, что очень часто люди работают в группе. Не один, каждый за себя, а всегда люди соединены и соединяются таким способом случайным. То есть ты никогда не знаешь, с кем ты будешь работать завтра. Для того, чтобы все время получать новый опыт какой-то. И никто никогда не выбирает пару, с кем я буду все время работать. Это очень такая последняя фишка, скажем так, в Швеции. На всех предприятиях, везде, где есть конторы, то есть кабинеты, никто не сидит, ни у кого нет своего стола. И это сделано специально для того, чтобы люди постоянно общались. Мне было интересно рассмотреть образование с точки зрения гендерной позиции. Потому что в Швеции это очень актуально, и не только в Швеции. Ведется очень много разных дискуссий по поводу мужского и женского взгляда. Мужского и женского понятия, существует ли оно, или есть ли различия, или нет. Или это мы только придумали. Какие коды мы используем, коды в визуальной культуре. Как они на нас действуют, что они с нами делают, и как мы их воспринимаем. Мы рассматриваем в течение этих трёх дней визуальный язык, кодовое понятие, понятие нормы, возможность переноса понятий, игра. То есть мы пытаемся играть с этими очень жёстко сидящими в нас, особенно во мне, человек 90-х, и воспитанными родителями коммунистами, мамой, учителем. То есть мне тоже это очень интересно, потому что мозг начинает действительно задавать вопросы, перестраиваться и думать, на самом деле это так, а могу ли я предложить что-то другое. Мы по-разному работаем со студентами, но основная задача в том, чтобы наши студенты, будущие преподаватели, смогли работать затем в школе с учениками, используя критический взгляд на вещи и развивая в наших учениках, в школьниках, критический взгляд на вещи и свои собственные мнения. Акцент ставится на визуальной культуре, но очень интересно, чтобы они в тех заданиях, которые им даются, использовали свой личный опыт, плюс переживания, чувства. Самое важное — понимание того, что студент не объект, а субъект. И если преподаватели университета будут думать о том, что каждый студент будет пытаться использовать свой личный багаж, а не просто абстрактно выполнять задания, это поможет им в будущем при преподавании, потому что они будут активизировать точно такое же отношение к своим ученикам, и это будет передаваться дальше и дальше. И мы будем, каждый из нас, будем отличаться друг от друга, мы будем показывать более богатую картинку, и мы сможем построить что-то более интересное. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю в программе «Время арт» на телеканале «Витебск». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok